Петра Петра Сегодня тема нашей проповеди – восстановление целостности. Один из уроков, друзья мои, который я взял, наверное, в этом отпуске, Господь много говорил ко мне. Как я уже сказал, этот отпуск, знаете, это было, наверное, бесконечное движение. От пункта к пункту, от церкви к церкви. Мы служили в разных церквах, мы ездили в разных церквах, мы видели разных людей, мы слышали разные проповеди, мы видели разную природу. Но вы знаете, вот Господь дал одно понимание. Ты знаешь, вокруг тебя могут меняться обстоятельства, вокруг тебя могут меняться рамка, вокруг тебя могут меняться часовые пояса, вокруг тебя могут меняться люди. Но вопрос в том, что как бы ни менялось обстоятельство, ты всегда остаешься самим собой. И я понимаю, что если ты ропотник, ты мне никогда не будет спокойно, где бы ты ни находился. Если внутри тебя есть какое-то переживание, если внутри тебя нет целостности, то где бы ты ни находился, в какой бы рамке ты ни находился, ты обязательно будешь переживать. И внутри тебя будет обязательно происходить какой-то конфликт, ты не найдешь себя. Многие люди считают, что для того, чтобы обрести внутреннюю целостность, внутренний мир, достаточно просто поменять внешние обстоятельства. Переехать на берег моря, жить там, где потеплее, общаться с людьми, которые тебя принимают, или с людьми, которые с тобой не вступают в конфликт. Может быть, если есть здесь неверующие люди, то вам знакомы такие методы, поменять семью, может быть, поменять работу, да, как бы уйти с работы. Может быть, уйти в забытье в алкоголе, в наркотике. Человек меняет рамку и думает, что изменится картина. Человек меняет обстоятельства и думает, что в этих обстоятельствах он найдет самих себя. Но я понимаю, что я остался сам собой, как бы обстоятельства не менялись. Даже на берегу моря мои проблемы находили меня. Даже тогда, когда я отдыхал под пальмами, мои тревоги находили меня, и я не мог освободиться от них, потому что я понимаю, что при отсутствии внутренней целостности, как основе, как стержнехристианской жизни, что бы ни происходило, хорошего или плохого в твоей жизни, это тебя не изменит. И поэтому сегодня я хотел бы говорить о таком понятии, как целостность. Вы знаете, вот однажды я купил пазл, ну, на достаточно большое количество вот таких кусочков. И вы знаете, что произошло, когда я начал собирать этот пазл? Ну, наверное, все знакомы с этой проблемой. Один кусочек моя собака куда-то съела, ну, или спрятала, да, по крайней мере. И ты знаешь, ты собирал, ты тратил время, ты старался, ты создавал картину. Но вот из-за этого кусочка вся эта картина превратилась в труху. Из-за отсутствия маленьких деталей картина лишилась целостности. И ты знаешь, и ты пытаешься эту картину куда-то пристроить. Ты пытаешься ее, какие бы красивые рамки ты для нее не покупал, правда? На какую бы красивую стену ты ее не оформлял, она нигде не будет своей. Она все время будет резать тебе глаз. Ты знаешь, я хочу сегодня обратиться к неверующим людям, сегодня к нашим гостям, которые делают выбор, идти ли им за Иисусом Христом и становиться ли им христианами. Очень похожа жизнь человека на этот пазл. Мы пытаемся найти себя в работе, в образовании, в развитии. Но какую бы рамку ты ни находил, при отсутствии внутренней целостности эта рамка раздражает глаза. Как бы красиво она не светилась, да, как бы красиво она не выглядела. Как бы красиво не выглядел антураж этой картины. С другой стороны, я хочу обратиться к церкви. Церковь это та картина, которая никогда не войдет в рамку этого мира. Которая всегда будет выделяться на фоне этого мира, для того она и создана. И христианин это та картина, которая никогда не будет своей для вот этого внешнего антуража мира. Она всегда будет привлекать свое внимание. И ты знаешь, когда мы сталкиваемся с проблемой целостности, как гармонии, как красоты в Боге, мы приходим к одной очень интересной картинке. Вот, простите мне, мое эстетическое хулиганство, но вот я нашел одну картинку, если можно показать ее. Получится ее показать в интернете? Нет? Александр? Есть. Во! Прекрасно! Пусть она будет так. Еще раз, простите, мое эстетическое хулиганство. И ты знаешь, когда мы приходим к Богу и принимаем Иисуса Христа, то мы начинаем рисовать нашу жизнь по неким лекалам. Перед нами еще жива картинка или образ Иисуса, который спас нас и который освободил нас. И тогда получается очень красивая картина. Но в определенный момент мир настигает нас. Мирская суета, мирские заботы, мирские желания. И постепенно образ начинает стираться. И мы начинаем рисовать нашу жизнь. Когда, знаете, иногда дети поступают, когда пазл теряется, они берут и его дорисовывают. Ну, знаете, немножко, да? Дорисовать эту картину. И мы начинаем дорисовывать нашу жизнь. Вы знаете, вы заметили, что у этой картины красиво нарисован не голова, а красиво нарисован хвост. Почему? Потому что иногда, формируя нашу целостность во Христе, образ Христа в нашем сердце, мы почему-то начинаем не с головы, не с того, кто определяет нашу жизнь. А мы начинаем с хвоста. То есть с того, что Христос может изменить в моей жизни здесь и сейчас. Причем не всегда идет речь о грехе. А речь идет о улучшении рамки. О украшении нашей внешнего антуража, да? Как бы внешней картины. Но когда дело доходит до головы, мы начинаем рисовать его так, как мы сами видим себя во Христе. Мы говорим, я думаю, что мое призвание во Христе, и пошла линия. Услышали какого-то соседа или друга, который говорит, а ты знаешь, а я думаю, что Бог хочет от тебя. Твой начальник на работе сказал, а я хотел бы, чтобы ты. Твой преподаватель в университете сказал, а я хочу, чтобы ты. Семейные традиции говорят, а я хочу, чтобы ты. И мы начинаем рисовать себя так, как мы видим. И вы видите, когда у этой лошади уже нарисована голова, она похожа на кого? Она похожа на самого себя. И в итоге, когда мы рисуем нашу собственную целостность, Христос в ней занимает, знаете, какое-то очень далекое место. Но мы рисуем ее под себя и по образу своему. Ты знаешь, когда это происходит? Это происходит тогда, когда христианин утрачивает образ Иисуса Христа. Когда христианин перестает быть цельным в Иисусе Христе. И его жизнь это как набор каких-то человеческих мирских пазлов, из которых он пытается сложить самого себя. В мыслях, в чувствованиях, в своей воле, в своих движениях, в своем призвании. Тема нашей проповеди – восстановление целостности в Иисусе Христе. Давайте мы прочитаем с вами. Спасибо, можно убрать эту картинку. Я думаю, вы ее хорошо запомнили. Итак, мы говорим о первом послании апостола Петра. Не первое, а второе послание апостола Петра, первая глава. Второе Петра, первая глава. И мы читаем с третьего стиха. «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них вы соделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия и братолюбии, братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Своё послание апостол Пётр писал ранней христианской церкви. Если в первом послании он писал к церкви, находившейся в гонениях, то во втором послании апостол Павел писал церкви, в которой необходимо было строить свои взаимоотношения с окружающим миром. По сути, выживать или строить своё христианское самосознание. Это время, когда приходило понимание, что пришествие Господа, ведь раньше ждали его вот с минуты на минуту, я имею в виду в ранней церкви, приходило понимание, что пришествие Господа немного задерживается, и церкви необходимо строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Церкви необходимо жить и как-то являть своё христианство. И апостол Пётр, говоря о церкви, он говорит о двух вещах во втором послании. Первое, он говорит о христианской целостности, или о христианском благочестии, с помощью которого и только с помощью которого церковь способна выжить в этом мире, церковь способна благовествовать этому миру. И второе, апостол Пётр говорит о христианском единстве. И он говорит о том, что если не будет единства целостности во взаимоотношениях, то в определённый момент церковь просто развалится и распадётся. Придут уже учители, которые церковь растащат на кусочки. И когда христианин начинает водиться своими человеческими желаниями, Пётр говорит, придут те, кто на эти желания дадут ответ. И ты уйдёшь от Христа, говорит он. И поэтому он говорит о христианской целостности. Как целостности личности, так и целостности во взаимоотношениях. Есть три главных термина, которые употребляются в послании Петра. Потерпите на мне, друзья, это очень важно. Во втором послании Петра. Первый термин – это термин познания. Пётр говорит, что секрет христианской целостности заключается в познании Господа Иисуса Христа. Ну представьте, когда перед вами огромный пазл, вы не сможете собрать его тогда, когда вы не увидите картинку, образец. То же самое, когда мы говорим о христианах. Как только христианин теряет образ Иисуса Христа из своего разума и своего сердца, он начинает строить свою целостность по примеру самого себя. Это в лучшем случае. Или по примеру греховного мира и греховных похотей. И Павел говорит, что истинная целостность происходит через познание Христа. Причем, когда апостол Пётр говорит о познании Христа, он говорит там не просто о знании. Там употребляется замечательное греческое слово «эпигнозис» – познание основ, познание глубины, высшая форма. Когда, знаете, я могу знать много, я могу знать науку, я могу знать вас, я могу знать о вас. Но есть люди, познание которых у меня гораздо, гораздо, гораздо глубже. Есть люди, у которых я знаю суть их сердца. И когда апостол Пётр говорит о познании Христа, он говорит не просто о знаниях, которые вы получаете через книги или через проповеди. Он говорит о личных отношениях. Почему необходима эта картина? Потому что будут приходить лжеучители, говорит Пётр. Будут приходить люди, которые будут уводить вас от Христа. И если у вас нет образа Христа, если вы не узнали Христа, вы не сможете быть цельным. Второе слово, первое слово – познание. Второе слово, о котором говорит апостол Пётр – это слово «похоть». Похоть. Сегодня я не употребляю слово «похоть» в смысле сексуального разврата. Хотя сексуальный разврат тоже туда включается. Слово «похоть» – это огромное и сильное желание. Можно я скажу так. Бог сотворил человека с сильными желаниями. Не ангела, не беса, не животных. Бог сотворил человека с сильными желаниями. И знаете, что отличает человека от животных? Животное свои желания не контролирует. Правда? Животные живут инстинктами. И Бог не спрашивает с них так, как спрашивает с человека. Человек может сильно желать, и от человека зависит, на что направлены эти желания. И когда Пётр говорит слово «похоть», он говорит о сильных желаниях, которые направлены не на Бога и не на познание Христа, а направлены на что-то в мире. Ты скажешь «ну я же не грешу». Всякое желание вне Бога, всякое желание, сильное желание, направленное не на Бога, оно по сути приводит человека ко греху. И не важно, чего он желает. Желает ли он карьеры, желает ли он высоких интеллектуальных знаний, желает ли он семьи, желает ли он призвания выше Бога. Всякое желание разрывает человека и лишает его целостности. И проблема человека в том, что он слишком много желает, вне Бога. Он желает достичь мирского благополучия, он желает достичь уважения со стороны всех людей, он желает нравиться всем, но при этом где-то на пятом плане желает Бога. И Пётр говорит о похотях, которые разрывают церковь, которые настигают церковь. И в результате стирают образ Христа из ее памяти. И третье слово, которое важно, которое употребляет апостол Пётр, это слово растление. Растление или разрушение. Растлевающий похоти, говорит он. Растление или полное разрушение. Представьте себе, когда человек находился в Боге, когда человек находился с Богом, человек был целостен. Когда человек находился с Богом, человек был един. Когда человек находился с Богом, человек был гармоничен. Вот представьте себе, да, вот наша Вселенная, она построена по принципу центра и движения. В каждой, во Вселенной, в Солнечной системе, обязательно есть центр. И пока этот центр есть, существует целостность. Все вертится вокруг этого центра. И пока центром человека был Бог, человек был целостен. Как только исчезает Бог, представьте себе, да, под влиянием центробежной силы, человека под влиянием похотей, человека просто разрывает. И сегодня, когда мы смотрим на человека, человека разрывают желания. Я хочу одного, второго, третьего. И его настолько разрывают желания, что он уже и сам не понимает, а в чем смысл моей жизни. Ты знаешь, сегодня проблема мира, самая большая проблема, это проблема центра. Это проблема смысла. Да, мы научились достигать того, чего мы желаем. Но мы не ответили себе на вопрос, а что является центром моей жизни? Ради чего мы это делали? Мы потеряли целостность. И это возможно даже в церкви, когда церковь теряет центр. Растление, распадение на части, это судьба этого мира. И когда апостол Петр говорит о растлении, он говорит так, убегайте от существующего в мире растления похоти. Вы знаете, когда-то, вот вы все, наверное, видели картину, когда там смотрели, может быть, фильмы, да, там по прошлому или еще что-то. Вы видели картину, да, когда за человеком рушится земля, да, например, или что-то обваливается в пропасть, и человек что делает? Он убегает от этого разрушения. Он убегает от этого растления, да. Вот то же самое, ту же самую картину рисует нам апостол Петр. Судьба христианина убегать. Убегать от чего? От нецельности. Убегать от растления. Как только христианин останавливается в познании Христа, его накрывает похотями. Не греховными, но похотями. Его накрывает желаниями. И человека начинает разрывать изнутри. Хочу одно, хочу второе, хочу третье. И в итоге христианин теряет цельность. Христианин теряет отношения с Богом. Христианин теряет цельность взаимоотношений. И вы знаете, наверное, пришло время все-таки объявить, а что же мы имеем в виду под словом целостность? В Библии, наверное, вы такого слова не найдете. Но Библия это слово подразумевает. Что такое целостность? Есть разные, наверное, синонимы этого слова, в том числе и библейские синонимы. Самое первое, понять, как бы первое, что я могу сказать о слове целостность. Целостность – это единство. Целостность – это единство. Единство какое? Единство внутреннего состояния. Мир, единство с Богом. Целостность – это единство взаимоотношений. Целостность – это полнота, которую для нас приготовил Господь. Целостность – это совершенство, которое для нас приготовил Господь. Целостность это образ Иисуса Христа, к которому мы идем. Целостность это то, что Иисус Христос в 5 главе Матфея называет блаженством. Это та цель, к которой должен стремиться христианин. Это та цель и та ценность, к которой мы стремимся, к которой мы направляемся. Друзья мои, целостность это тот план, который для нас приготовил Господь, ибо наш Господь целость, и мы стремимся к Нему. Господь приготовил для нас образ Иисуса. И посмотрите, что говорит апостол Петр. Апостол Петр говорит, что нам дано все потребное от Господа для жизни и благочестия. Как мы достигаем целостности? Апостол Петр говорит, Бог дал тебе все. Иногда мы говорим Господу, Господь, почему ты не связал мне руки для того, чтобы я не грешил? Почему ты не обрезал мои желания? Почему ты не убрал мою мотивацию? Почему ты не изменил рамку, и тогда бы я, наверное, был праведен? Но ты знаешь, мы не должны путать дело Творца и дело Творения. Господь дал для нас самое главное. Господь дал тебе самое ценное. Господь дал тебе образ Иисуса Христа. Ты говоришь, а почему этот образ меня не вдохновляет? Почему откровение Христа сегодня не вдохновляет меня, как христианина? Ты подумай, а может быть ты потерял этот образ? А может быть этот образ уже давным-давно замутнен в тебе? Господь дал тебе самое ценное. Он дал тебе откровение Иисуса Христа. И имея это лекало, имея этот образ, ты никогда не нарисуешь чего-то своего. Господь дает тебе знания. Господь дал тебе священное писание. Он не сделал тебя марионеткой, но Он дал тебе ответственность следовать образу Иисуса Христа, который Он нарисовал. Ты знаешь, когда мы говорим о целостности, мы можем выделить несколько характеристик целостности. Дорогая церковь, если вы записываете, пожалуйста, можете записать. Мы можем выделить несколько характеристик целостности. Первая характеристика, первая характеристика, это автономность. Автономность или, на русском языке, независимость. Автономность и независимость. Целое всегда независимо. Ты знаешь, когда человек целостен, у него есть только одна зависимость. Знаешь, какая? Это Господь, как источник жизни. Ты знаешь, когда, например, мы смотрим на что-то целое и прекрасное. Ну, к примеру, давайте себе представим часы, которые созданы, прекрасные часы, которые созданы, да, например, прекрасные часы. И когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что они независимы. Ты их завел, и они идут сами по себе. Единственное, от кого они зависимы, они зависимы от тебя, как от Творца. Но тебе не нужно постоянно следить за ними. Тебе не нужно постоянно пальцем крутить колесики часов. Тебе не нужно постоянно тянуть за цепи для того, чтобы твои часы двигались, для того, чтобы твои часы существовали. Они живут, и какое-то время они живут без тебя. То же самое, когда мы говорим о христианине. Целостный христианин, полноценный, совершенный христианин, как его видит Господь, блаженный христианин, это тот, кто зависит только от Бога, не от греха, не от мнения человека, кто не имеет зависимости от каких-то похотей, кто способен жить, довольствуясь Господом. Это тот человек, которому замени рамку, помести его к любым людям, в любые обстоятельства. Он всегда останется автономным, то есть верным Господу. А не так, да, что человек зависим, и нужно менять рамку для того, чтобы изменить человека. Человек говорит, ну, я бы не был грешником, если бы изменилась моя семья. Да не, все равно был бы, понимаешь? Поменяя семью, ты все равно останешься таким, какой ты есть. Целостность, она приводит к автономности. Вторая, вторая характеристика целостности, это интегрированность. Интегрированность или гармония. Ты скажешь, а что за гармонию приготовил для меня Господь? Ты знаешь, что наш Господь гармоничен? Наш Господь троится. Ты знаешь, что приготовил для тебя Господь? Господь приготовил для тебя отношения любви. Но чтобы эти отношения пришли в твою жизнь. Ты знаешь, сегодня мы переживаем только тень того, что нам хочет дать Господь. Почему? Потому что нет внутренней целостности. А что такое? Между чем и чем должна быть внутренняя целостность в нас? Во-первых, это целостность нашего разума. Ты знаешь, сегодня многие люди, они страдают, даже в церкви. Они страдают, почему? Потому что их мысли разрывают их изнутри. Я никому не нужен, говорят они. Я, Бог не любит меня. Бог не помогает мне. Я не достоин божественной любви. Я должен кому-то что-то. Я не могу, я не способен, я плохой. Ты знаешь, в человеке нет целостного понимания того, кто есть Господь. И этот внутренний конфликт разрывает его. Человек страдает, будучи во Христе. Это целостность наших желаний и эмоций. Порой мы, как апостол Павел, воскресаем, чего хочу, не делаю. И чего не хочу, делаю. Но вопрос в том, что хочу. Мы хотим многого. Мы стремимся ко многому. Но вот это внутреннее противоречие желаний раздирают нас изнутри. Мы хотим успеть и в семье, мы хотим успеть на работе, мы хотим успеть в церкви, мы хотим успеть в Боге. Мне приходится заниматься душепопечением. Это благословение для меня. И я сталкиваюсь с людьми, которых сегодня раздирают внутренние похоти, раздирают желания. Он нарисовал себе идеальную картину. Вот он. В прекрасном положении, с прекрасной семьей, с прекрасным автомобилем. Я говорю, а где Бог? Он говорит, а ты знаешь, а Бог приложится. Я многого хочу. Я ко многому стремлюсь. И вот эти желания разрывают христианина, делая его нецелостным перед Господом. И он не переживает любви Бога. Третий момент. Особенность целостности – это иерархичность. В целостности обязательно должен быть центр. И четвертая особенность целостности – это ее стабильность. Мы вернемся к этому. Но мне хотелось бы прочитать слова апостола Петра. Как достичь этой целостности? Вера, добродетель, воздержание, бролюбие, любовь. Это и есть познание Иисуса Христа. Через эти инструменты Господь взращивает в нас целостность. Друзья мои, но самое главное, о чем говорит Господь? Он говорит, что поступая так, мы не остаемся без плода. Когда апостол Петр говорит нам следующее слово. Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Интересные слова Господа. Интересные слова апостола Петра. Здесь апостол Петр указывает нам на притчу Иисуса, в которой хозяин раздает таланты своим рабам. И помните обвинение хозяина к своему рабу. Лукавый и ленивый раб. И апостол Петр говорит, чтобы не быть лукавым и ленивым рабом, вы должны возрастать в познании целостности. Вы должны возрастать в познании Господа Иисуса Христа. Ибо все инструменты, которые приготовил Господь, уже даны нам сегодня. Все инструменты, которые приготовил Господь, уже доступны для нас. И мое желание сегодня, дорогая Церковь, чтобы мы не теряли того лекала. Мы не теряли образа Иисуса Христа. Итак, дорогие мои, восстановление целостности. Давайте мы, друзья мои, благословим Господа и продолжим говорить дальше. Итак, мы остановились с вами. Мне хотелось бы сделать акцент еще на нескольких вопросах. Мы остановились с вами на иерархичности. Особенность целостности в том, что она имеет строгую иерархию. Вопрос в том, что находится в твоем центре. Ты знаешь, дорогой друг, когда мы смотрели изображение этой лошади, мы должны понимать, что центр всегда должен быть. Но тогда возникает вопрос, задай себе этот вопрос. А что является центром твоей жизни? Ты знаешь, есть люди, центром которых является все, что угодно, только не Иисус Христос. Чаще всего это люди, которые не знают Иисуса. Знаешь, как узнать, кто является центром твоей жизни? Очень просто. К чему что-то очень сильнее всего хочешь? На что ты тратишь больше всего времени и больше всего сил? Иногда мне кажется, что центром моей жизни может являться что-то другое. Центром моей жизни может являться образование или еще что-то. Но тогда в этот момент приходит понимание, что Господь, все, чего я не достигаю, оно достигается только лишь во славу Твою. Задай себе вопрос, может быть, это работа, может быть, это отношения, может быть, это еще что-то, может быть, это другие люди. Но целостность всегда строит правильную иерархию. И когда целостность внутри, в центре целостности является Христос, тогда христианин становится гармоничным. Субтитры создавал DimaTorzok